Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами будем изучать, как нам настроить наш YouTube-канал, чтобы видео выгружались удобно и автоматически уже прошивались тегами, автоматически уже были с доступом по ссылке или в открытом доступе, чтобы вам особо никто не мог писать лишние комментарии. Вот, допустим, у меня сейчас на YouTube идут комментарии только одобренные по той простой причине, что очень много идет спама. YouTube-канал чуть-чуточку начал развиваться немножко, то есть 10 тысяч подписчиков это еще не так и круто. И в чем проблема? Проблема в том, что мне начали, после того, как мои видео начали набирать по 3-4 тысячи просмотров, начали спамить под моим видео, что приходите сюда, приходите в тот хайп, приходите в эту пирамиду. Начали сыпаться регистрации на прямую ссылку под консультантов, которые не умеют по-другому как бы рекрутировать, да, то есть и все такое прочее. И у меня сейчас стоит именно одобрение, да, кто-то может написать что-то плохое, типа там оскорбить там внешность человека, еще что-то, конечно, я такие комментарии все убираю всегда, всегда их модерирую, потому что я считаю, что на YouTube быть негатива не должно. Итак, начнем. YouTube-канал мы с вами создали, мы с вами его подтвердили, мы с вами загрузили фотографию на этот YouTube-канал, и теперь у нас с вами идет настройка загрузки видео, да, то есть нажимаем загрузка видео, и тут у нас с вами идет конфиденциальность, открытый доступ можете оставить, и при выгрузке выбирать доступ, да, то есть если я, допустим, веду вебинары по активному росту, или я, допустим, веду вебинары какие-то закрытые, которые нельзя открывать, да, то есть я нажимаю доступ по ссылке сразу при выгрузке видео, да. Категория, да, то есть категорию я всегда выбираю, так, наука и техника, образование, общество, путешествия, развлечения, транспорт, но скорее всего образование, все-таки мы с вами учимся, получаем новую профессию сетевого менеджера, да, то есть и название, вот все, что вы сюда напишите, у вас всегда это будет в названии, поэтому я вам советую написать работа, да, работа в интернете, далее, да, и далее написать Faberlic Online, да, пишите, о, боже ж ты мой, да, и далее вы уже лоин, смешно получилось, да, да, значит, работа в интернете, Faberlic Online, и при выгрузке видео, у вас видео, с каким бы названием вы его не загружали, оно у вас будет выгружаться с одним и тем же названием, и вы никогда не забудете в названии, как бы, вот сейчас, на данный момент, да, писать, что Faberlic Online, работа в интернете, далее, конечно же, вот это обязательно, вы дублируете сюда, потому что, если описание и название совпадают, то это очень-очень хорошо, да, далее, тут в описании, то есть, вы сейчас делаете так, чтобы вам не нужно было постоянно вписать свои контакты какие-то, да, то есть, вы должны сюда собрать группы ВКонтакте, группы в Одноклассники, странички брендовые ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, свой Viber, WhatsApp, Telegram, свой Skype, свой сотовый телефон, в общем, все, что у вас есть, все данные, по которым будет удобно вас находить, вашим людям, то есть, что я тут написала, да, то есть, во-первых, описание должно совпадать, да, и далее идет мой сайт, регистрация на бизнес, это наш лендинг, сейчас я, значит, пройду на свой YouTube канал, и на свой, то есть, сайт, да, то есть, вот это мой сейчас YouTube, и нажму, то есть, я войду в свой сайт, и возьму ссылочку на свой сайт, на свой лендинг, который мне, так же, как и вам, то есть, я вот сейчас на него зашла, сейчас я зайду, ввожу свой регистрационный номер, и свой пароль, так, нахожу, захожу войти, ага, вот я зашла, и вот он мой адрес сайта, я копирую адрес сайта, не тот, я на него нажимаю, я на него нажимаю, и потом я его копирую из браузерной строки, обязательно из браузерной строки, вот, далее, значит, я иду, и в описании вставляю адрес своего сайта, да, то есть, и смотрите еще, тут обязательно после двоеточия должен быть пробел, это очень важно, или с новой строки, или пробел, далее, да, то есть, сайт регистрация на бизнес, тут, зарегистрироваться можно тут, в первую линию, да, то есть, я пометила это все обязательно, далее, смотрим, что я сюда поставила, да, возникли вопросы, замечательно, обращайтесь, с удовольствием отвечу, с уважением к вам и вашим вопросам, старшие международные директора компании Фоберлик, участники проекта Фоберлик онлайн, Анна и Антон Кононов, мой скайп, и тут я подписываю, что предпочтительнее, я всегда нахожусь там, далее, значит, моя почта, одноклассники обязательно, ссылочку ВКонтакте, они потом будут активными, ссылки, да, после того, как вы загрузите видео, увидите, они у вас будут активными, да, ссылку обязательно на свою страничку в Инстаграме, ссылку на страничку в Инстаграме, я ее взяла, как бы, таким вот образом, что мне пришлось ввести логин и пароль от Инстаграма через браузер, то есть, смотрите, я вот так вот вбила Инстаграм, Инстаграм, и вот он, мой Инстаграм, тут он у меня сейчас сохранен по умолчанию, но у вас будет войти, вы войдете, нажмете на свое имя, нажмете на свое имя, и вот у вас, в принципе, вот эта вот ссылочка на ваш Инстаграм, да, то есть, если вы это делаете, все сейчас с компьютера, вот, но YouTube, конечно, удобнее с компьютера заводить, далее, значит, я пишу ватсап, вайбер и телеграм, вот на этот номер телефона, да, 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 и тоже вставляю номер телефона, и группы, какие группы, да, то есть, вк.com, клуб и ади, да, то есть, и также я вставляю группу в одноклассниках, да, то есть, вот таким вот образом, я все это делаю, далее, значит, теги, теги, что такое теги, чем больше тегов, тем лучше, да, во-первых, теги, вы, они у вас будут автоматом прогружаться, но по мере выгрузки видео, вы должны еще подгружать какие-либо теги, для того, чтобы вы могли найти аудиторию по этим тегам, да, то есть, это что-то типа хэштегов ВКонтакте, только это теги, по которым ищут люди, да, то есть, что мы с вами пишем, конечно же, фаберлик, фаберлик, так, минутку, конечно же, фаберлик, на русском, фаберлик на английском, обязательно, да, ой, прошу прощения, теги вы проставляете через пробел, да, далее, что вы пишете, работа, по-русски пробел, работа по-английски пробел, заработок, далее, вы пишете, подработка, далее, что вы можете еще написать, да, то есть, флоранш, флоранш, пробел, флоранш по-английски, потом, значит, дэнос, обязательно, да, далее, дэнос по-английски, да, то есть, я не буду сейчас все это по-английски писать, я вам просто показываю, вы обязательно повторяйте, дэнос, далее, что еще можно написать, да, то есть, Ахмадулина, Ахмадулина, Юдашкин, далее, можно написать, Рогов, да, Рогов, что еще мы с вами можем написать, да, тут, то есть, иногда, еще до сих пор у нас объединенная компания, и был, раньше он был флоранш, инфинум, ой, фэберлик, инфинум, и дельстар, можете написать инфинум, и дельстар, но это уже люди, к вам пойдет, не молодежные тетки, да, то есть, далее, что еще можно написать, да, можно написать различные названия разных сетевых компаний, да, допустим, Avon, Amway, что там еще какие есть, Арифлейм есть, ну, в общем, загуглите, да, список сетевых компаний, можете их сюда вставить, только обязательно расставьте пробелы, если вы пользуетесь клавишами Ctrl-C, Ctrl-V, также, ну, вот это вот минимум, что вы можете сделать, да, по-русски, по-английски, чтобы ваши ролики были более-менее находимые, да, далее, значит, разрешить комментарии все, да, разрешить пользователям просматривать рейтинг видео, тут вы можете все, но вот тут я вам все, кроме одобренные, да, разрешить комментарии одобренные, то есть, вам, вас никто не сможет прокомментировать без вашего ведома, все комментарии вы будете проверять, далее, язык видео, понятно, с помощью сообщества, разрешить другим пользователям, переводить субтитры и метаданные, пожалуйста, разрешайте, работать, нужно указать исходный язык видео, ну, я думаю, что, а вот, выбрать язык русский, да, разрешайте, да, то есть, это я, честно скажу, не разбиралась, что это такое, предлагать улучшение видео, показывать подсказки, да, можно показывать подсказки, да, и место съемки, если вам хочется, да, то, конечно, вы можете указывать, да, определенное место съемки, но вот, допустим, у меня место съемки, ну, грубо говоря, это Россия, да, то есть, я могу указать просто страну Россия, вот, но я считаю, что мне больно-то и важно, да, показывать всем статистику на странице моего видео, да, то есть, у вас будет показано, сколько вам поставлено лайков, Сколько вам поставлено дизлайков Сколько вам Сколько на ваш ютуб канал Подписалось людей Хотите показывайте Хотите не показывали И также зрители могут увидеть статистику Нажав на значок с диаграммой На странице просмотра видео Если хочется пожалуйста Можете оставить Можете не оставить У меня стоит эта галочка Сейчас мы с вами это все настроили И нажимаем сохранить Это очень важные первичные Минимальные настройки Которые должен знать каждый новичок Который собрался становиться Директором или драгоценным Директором компании Фаберлик Что ж На этом все Жду вас на третьем видео